Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. А вы из России? Да. А откуда именно? Москва. А, из Москвы? О, интересно. А я с Киева. Вот общаюсь с россиянами, спрашиваю точку зрения по поводу разных моментов. Хочу задать вам несколько вопросов. Ответите? Ну, давай. Смотрите, вот только что спрашивал, буквально пару разговоров назад, общались по поводу войны, конечно же, с одним парнем с России. И вот, когда ты говоришь, что, например, там, допустим, вот никто с россиян не верил, что, например, вооруженные силы Украины выбьют их из Херсона. Ну, их имеется в виду российских военных. Но это произошло. И когда ты прогнозируешь какое-то следующее действие, там, допустим, деоккупация Крыма, в ответ можно услышать, да нет, не, 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 ну, не. Спрашиваешь, почему? А человек не отвечает ничего. То есть, нет, я не знаю, я не разбираюсь. Но, тем не менее, нет, такого не может произойти. Откуда эта слепая вера? Вот как вам кажется? Украина против России ничего не может делать. Ага, а почему? Не пойму. Потому что Россия – большая страна и сила, все сила – это в России. Ага, ясненько, хорошо. И как там по поводу силы в Херсоне? Знаешь, Россия – это Кавказ. Это не только русские, там дагестанцы, чеченцы, много народов есть там. Да, 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 их, кстати, больше всего бросают на войну, и они больше всего погибают. Если не ошибаюсь, кстати, Дагестан – как раз тот регион, из которого больше всего уехало, и точнее так, в который больше всего уехало таких вот металлических коробочек. Правда или нет? Да, Чечня тоже. Чечня тоже, да. То есть перемалывают эти… Война. В войне сладкого ничего нету. Ага, хорошо, я понял. Но вы сказали, в общем, я правильно понял, то есть Россия – это много народов. Это, например, Чечня и Дагестан. И поэтому что? Поэтому Россия победит? Не только Чечня и Россия. Чечня и Дагестан. Там Узбекистан есть, Казахстан есть, Армения есть. Так это другие независимые страны, которые уже отшили Россию, и уже решили не вступаться за Россию. Да, *** Россию, братан, я из Армении. Мне вообще ***. Так Асам, ты… Интересно, наша война, ты знаешь о нашей войне? Наша – это чья? Армянская война с Азербайджаном. Да, я в курсе, за Нагорный Карабах. Да, за Нагорный Карабах. Вот я тебе скажу, что Россия предала нас. Да, это так. И что, и как ощущения? И ощущения так, что мне ***, и что будет у них на войне. Много людей погибают или не погибают, это мне не касается вообще, мне ***, это вопрос. А насчет того, что они нам предали, это и много лет назад, в 90-х тоже передали. Много раз к нам передали, ну, ничего особенного я там не вижу. Так и зачем же вам такой союзник армянам? Просто, знаешь, Армения маленький, маленькая страна. Так. Ну, как будто защитник нужен, брат. Так, классный защитник, брат. Офигенский защитник такой, да? Это просто так кажется, людей это так кажется. Что, что кажется? Что он защищает. Ага, я понял. Но на самом деле не защищает. Не, 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 я не делаю. Наоборот. Я вам сказал. Так это, так, вернемся тогда к началу разговора. Так что, действительно тебе кажется, что Россия победит? Ну, по-моему, брат, Россия победит, потому что большая страна. Ну, а, например, Украина маленькая, ну, за ним все Европа ставят. Смотри. С Киевской области выбили, с Черниговской выбили, с Сумской выбили. Харьковскую область освободили в сентябре с такой скоростью, что, ну, и так, в общем, у меня сложилось впечатление. Огромнейшее количество разных западных экспертов, в том числе, просто обалдели от скорости. С Херсона выбили. И сейчас, сейчас, похоже, очень весело и жарко начнется на юге, на, скажем так, запорожском направлении. То есть Россия в эти все моменты не была большой страной или как? Не знаю, брат, я не разбираюсь в этом. Но, тем не менее, предположил, что, наверное, все-таки Россия победит. Все в конце покажется. Все в конце поймешь, что будет. Сейчас никто ничего не сможет сказать. Ясно, хорошо, спасибо. Пока. Ну, в конце все может плохо кончаться, брат. Что-что? Мировая война может начаться. Или там ядерная война будет. Да никакой ядерной войны не начнется. Вот на сто процентов уверен. А я, знаешь, думаю, если у России не будет ехата, то она закопает себя еще больше и использует ядерное оружие? Да. Смотри, смотри, они провели этот фейковый, я напоследок скажу, они провели этот фейковый референдум. Ты видел тот ролик, в котором Путин говорит, если нет России, нет мира. Ой. Это называется, знаешь как? Как же сказать, чтобы не использовать ни цензуру? Балабол. Это балабольство или блеф. А ты сам откуда, брат? С Киева. Киев это в Украине, да? Да, это столица Украины. Да. Понятно. А сейчас мы можем уезжать в Украину? Что-что? Из России. Из России можем уезжать в Украину? Да, да, конечно, конечно, без проблем. Армян. Стоп, стоп, стоп. А, подожди, это ты сейчас говорил о россиянах или об армянах? Нет, у меня армянский паспорт. Я могу с этим паспортом паспортить. А, не знаю. Я тебе уже начал отвечать по поводу россиян. Россиян точно всех пускают. Правда, потом они возвращаются почему-то там либо в пакетах, либо не возвращаются вообще никогда. По поводу армян не знаю. Что, хочешь в Украину? Ну, например, в Армении никакого азербайджанца ты не сможешь найти. Ну да, я в курсе. И наоборот. Ну, я, насколько знаю, до событий в Сумгаите, кажется, большое количество армян проживало на территории Азербайджана. Как называется? Как называется? Бакийские армяне. Окей, я понял. В общем, после того, когда начался этот погром, после того, когда Армения на тот момент оккупировала часть Азербайджана, что было по, я говорю сейчас, по меркам международного права, то, соответственно, и оттуда, и оттуда уехали азербайджанцы и, соответственно, армяне. Ну? А, по-твоему, как закончится эта война? Между Азербайджаном и Арменией? Да. Ну, очевидно, что Азербайджан отвоюет все свои территории. И еще и получит сухопутный коридор в Нахичвань, в свой анклав, или эксклав. Так, а Армения? Армения тоже забрать будет. Армения, я искренне желаю Армении не страдать этим шовинизмом, которым страдают россияне, уйти с территорий, которые они же не признали, я о Нагорном Карабахе, и сосредоточиться на своей стране. Бля, в Армении, например, в Ереване, большинство людей русские. Ну? Все русские стали там, блядь. Сочувствую. Там полно. Ну, сочувствую, сочувствую. Классно, это же ваши союзники. Например, там квартиру не можешь снять, блядь. Там квартиру не можешь никак снять, блядь. Полно людей там.